Микс Ньюс В гольф приходят по разным причинам 5 часов на свежем воздухе, в приятной компании В том числе прагматическим Кто-то приходит в гольф за мужем, кто-то за бизнесом Но одного не отнять Такой пол знакомых в гольфе, что в принципе они уже точно не пропадут в жизни А все потому, что В гольфе человек открывается И уж точно можно сказать Попробовал один раз и в принципе зацепило так, что Каждый вторник Слушайте программу АП Гольф Ответим на все вопросы о гольфе Можете пояснить поподробнее, что такое Кадди В 15.30 на Радио Болком Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире передача АП Гольф Ее ведущие Виктор Афштольц И Александр Петров, добрый день Да, сегодня мы будем разговаривать На связи у нас будет господин Кришто Панзелис Это достаточно известный гольфист Предприниматель Скромно его назовем Сейчас мы его попробуем набрать Ну и пока соединяется Сезон у нас продолжается Открываются гольф-клубы Те, которые не могли работать перед этим Вот, перевали Вот Виллис А, и есть соединение Виллис, приветствую Добрый день Нас слышно? Обои? Слышно Очень хорошо Виллис, вот Большое спасибо, что откликнулись На наше приглашение Сегодня мы хотим поговорить О вас Как пришли в гольф Что привело Как остались Вот давайте начнем с того Как вы вообще узнали про гольф Ну Про гольф я знал Как бы Немного Долго До того Как я Как я начал Я был еще тренером команды ВЭФ Мы были в Австралии В 89-м году И там нас привели в гольф В Сиднее В гольф В поле И я первый раз взял Клюшки руки Но как-то Подержал Подержал Ударил пару раз И как-то Ну Забыл чуть ли про это И только через Через 10 лет В 2000-м году Я начал тренироваться И как бы Ну Играть в гольф 20 лет назад Достаточно большой срок Вы в принципе Начали играть в Латвии Нет Вы знаете Так получилось Что я ушел из политики 20 лет назад Я попал в Америку И Попал как раз в гольф-клуб Я смотрю Вокруг все Что-то делают Занимаются Там Играют Я думал Давай я тоже попробую И пошел к тренеру И сразу начал Там Взял урок Мне как-то Это все Ну Не то что понравилось Но было интересно И через месяц Приехал в Латвию Как раз открывался сезон Было Было только Поле Вестури Озо еще не было И я сразу участвовал В первом турнире Это в апреле еще И я Как сегодня помню Мой резонт сайт Был 145 Такое не забывают Для первого соревнования Такое не забывают Ну а со 145 И Ганди Кап Скорее всего Что тоже большой Может и месяц Ну не было вообще У меня никакого Ну что 36 И потом Но я довольно так Начал стараться Сначала И довольно быстро Сделал прогресс В конце первого сезона У меня было уже Довольно много Кубков На полке Мы все В начале сезона Первое время Всех кубков Много Потом становится Меньше Виллис Такой вопрос Я знаю что Кроме тебя Кроме вас Еще играют Дети Активно Как они попали В гольф Ну Ну Кристо Попал В гольф Он учился В Америке И И жил там В моем доме И Ну Не особенно Хотел Там заниматься Голфом Он должен был Много учиться Он хорошо учился Много Был занят И ну все таки Попробовал Чуть-чуть И только потом Когда он приехал В Латвию Так по настоящему Взялся за гольф И сейчас у него Неплохие результаты Был даже Чемпионом Латвии Мне кажется Да Был чемпионом Латвии И не раз Не один раз Один раз я знаю точно Он выиграл Чемпионат Латвии И выиграл Два раза Видом отец Латвии А сейчас Может быть Я хотел бы спросить Как Человек Который возглавлял Федерацию гольфа Латвии Да В свое время Как вообще Вот С точки зрения Федерации Вообще В принципе В разрезе С какого-то времени Насколько Динамично Идет развитие Гольфа В Латвии Ну Я бы сказал так У нас полей Больше Чем Добавляется Игроков Потому что До сих пор Еще Все поля У нас Ну Не загружены Полностью Как Как Ни Как У нас Есть Два Очень Хороших Поля Это Озо И Юрмала Голл Клаб И потом У нас Есть Целый ряд Полей Которые Девяти Лунок Но Которые Очень Хорошие Например Вчера Мы играли В Сигул Диренит Раз Я бы сказал Очень хорошее поле Весту Ритухум Валмера У нас Поля есть Были бы игроки Но То что Прибавляется Это Видно Невооруженным Глазом Я когда был Возов На прошлой неделе Столько Новых Лиц Видел На тренировочном Поле И так же Юрмала Сейчас откроется Поле Тренировочное Я думаю Будет приток Ну конечно Не то О чем Мы мечтали В свое время Ну может быть Это из-за нашей Передачи Потому что Уже Четвертый Месяц Популяризируем Гольф Все время Об нем Рассказываем Надеемся Что это Привлекает Все больше И больше Игроков С одной стороны Хорошо Что поля Не загружены Для нас Игроков Потому что Мы можем Прийти и поиграть Да Но Вы знаете Вы делаете Очень хорошее Дело Дело в том Что Ну просто Надо Разбивать Разбивать Эти мифы Голф Недорогой Голф Это не скучная Игра Очень интересная И азартная Игра И все Которые Доходят До Голфа Они В нем В основном И остаются Самое главное Нам И вам Вместе Надо привести Людей Первый раз Попробовать И тогда Уже все Пойдет Само собой Совершенно правильно Вот как это Виктор Как-то сказал В джингл Воткнули его Один раз Попробовал И затянул Такой вопрос Детский гольф Вот как бы Какие Рекомендации Не Детям А родителям Которые бы хотели Вот сейчас Как раз начинается Сезон Сейчас вот это События Которые развиваются Ну по всем странам С этим вирусом И гольф поле Это наверное Единственное Одно из тех Немногих мест Тех видов спорта Где как бы Дистанция Километровая От людей Да Какие могут быть Да Интересно Голфы Голфы Даже 5 метров Иногда много Не говоря уже 2 метра Так что Я советую Всем Родителям Попробовать Привезти Детей Или в Вестури Или в Озо Или в Юрмалу Это Самое Лучшее Что может быть Я сколько лет Уже наблюдаю За Голф школами Детскими Как в Вестури Так и Озо Сейчас в Юрмале Тоже Это же Так Хорошо Привел ребенка Утром Летом На гол в поле И вечером Его забираешь И он там все Весь день тусуется Тренируется Занимается В хорошем месте Отдыхает Хороших людей Со скольки лет Я всем советую Попробовать Приводить детей Со скольки лет Рекомендуешь Вот как бы Как Ну Чтобы Чтобы достичь Самых-самых вершин Тогда Надо уже Одновременно Учиться ходить И держать Клюшку в руках И примеры у нас есть И Тайгер И Рори И Тайгер Первые видео У них У них очень-очень Они молодые Еще там Не знаю Ну как Как Виллис говорит Да Только научились ходить Клюшка в руки И вперед Такой вопрос Мои внуки уже Вот Тоже Мои внуки уже 6-7-8 лет Уже Пробовали Конечно Им Детям не так уж Сначала интересно Потому что Им нужен Баскетбол Футбол Там Где бегать Игра Все понятно Но В голфе Тоже остаются Вот например У нас есть У Андрея Свиченко Дочка Которая Сейчас Очень хороший игрок Ей всего там 14 лет Да Было у нас Интервью с Андреем Да Мы уже Да Она очень И она выросла У нас В Латвии Так что И у нас же были Можно сказать И есть Две профессиональные Голфисты Это И Кристо Пуиси И Лаура Янсон Это же Вообще Достижение Что из Латвии Это из Восточной Европы Несколько всего Есть Профессиональных Голфистов Так что Я думаю Те которые захотят Те достигнут Очень многого А не говоря уже о том Что у нас Шесть девушек Получили Сколоршев В Америке За всю историю Нашего голфа То есть Хорошо играли И Восемнадцать лет Попадали в университет И не надо было Платить за учебу Просто они попадали В сборную Университет Это по гольфу Очень приятное Добавочка Да Вильяш Вопрос такой По Скажем По молодежи Понятно А вот Есть люди Уже Которые В возрасте Которые Перешли Какой-то там Пенсионный режим Возраст Или до пенсионной Когда вот уже Вроде Это самое И кажется Что Насколько Эти люди Могут войти в гольф Насколько для них Там будет комфортно Да я думаю В любом возрасте Можно начинать Самое главное В таком возрасте Надо себе Найти компанию Там сосед Друг Приятель Два-три человека Месяц начинает И сразу У них идет Соревнование Сразу Все пойдет Я сам начал В возрасте 46 лет Я выиграл Шесть раз Три раза Сеньорский чемпионат Три раза Мидом Отъезд выиграл Так что В гольф Можно играть Конечно С молодыми Трудно соревноваться Ну а между собой На это и придумана Хандикап система Потому что Я вижу уже Ну в Америке Это уже Миллионы Миллионы пенсионеров Играют в гольф Но я вижу В Латвии уже Больше и больше Появляются люди Которые Как бы помните Советское время Было так Ушел на пенсию Не знаю что делать Все Жизнь сломалась Да А сейчас пожалуйста Приходи в гольф Мы всем гостям Спрашиваем Кто у нас были Да Рекордсмен у нас Господин Гаврилов Да Сколько полей Сколько стран Если можно припомнить В скольких странах Играл Какое любимое поле Да И где нравится Играть больше всего Это Америка Или все таки Азия Или дома В Латвии Двух одинаковых полей Нет Это понятно Я даже не могу посчитать Я даже не могу посчитать Я не такой гольф-турист Который коллекционирует поля Но я Ну так по случаю Был во многих странах Но конечно Я люблю играть в Латвии Потому что Я такой человек Который любит играть И соревноваться Любит Ну на хорошем уровне играть И поэтому некогда ездить Особенно Туризмом заниматься Но в Латвии Очень приятный И долгий сезон Мы начали уже в апреле И закончим в ноябре А в этом году Даже всю зиму играли Так что Без перерыва было Да Были Два маленьких перерыва Было В декабре было И мне кажется В Латвии очень люблю Ну зимой я попадаю На пару месяцев Всегда в Америку Там тоже приятно Там В Америке 27 тысяч Голл Площады 27 тысяч Представляете Швеции 500 Так что Латвии тоже Это все будет Расти и расти И развиваться Никуда оно не денется Прекрасно Какие планы С гольфом Есть ли какие-то Планы О которых Думали На будущее Продолжать играть Может что-то еще Нет Ну я хочу Пока играть Неплохо получается Надо себе Конечно Держать В физической Форме Что я И стараюсь А что говорить О планах У меня есть Такой тихий план Который Медленно Развивается Развитие Еще одно Поле Там В сторону В сторону Как бы Ну За Берди В сторону Лангстен Там У меня Уже есть Какие-то Небольшие Наработки Я думаю Что через годик Там уже Начнется Какое-то Развитие Прекрасно И какой там План Поле Будет А название Поле Есть Ну Называется Пока Кревуп С Голфа Клуб Потому что Там рядом Речка Кревуп Я даже Ему Три названия Придумал Но они Пока неофициальные Голф клуб Черная речка Или Голф клуб Блэк Ривер Там Осторожно Мячики Не терять С таким Названием Да Воды Много Планируется На поле Да Там много Воды Там очень Хороший Рельеф Там Ну Недаром Я долго Искал Долго Искал Пока Нашел Это Идеальное Место Для Голф Площадки Идеально Как далеко Оно от Риги Ну Что Это От Юглы Это От Юглы Примерно 7-8 Килом Совершенно Доступ По Псковскому Шоссе Мигом Можно Приехать 9-8 Лунок Или 18-18 Как минимум 18-18 А то И может 20-7 Вот так Размах Черной Речки Да Название Очень Хорошее Главное Чтобы Не заставляли Черными Мячиками Играть Или Зелеными Там Бизнес Будет На мячиках Построен Хорошо Виллис Такой Вопрос Еще один Который Вот Мы Подзаканчиваем Что Ты Пожелал Людям Которые Хотят Но Боятся По разным Причинам Опять же Мифы Дорого Как бы Это Для каких-то Вип-людей Или еще Что-то Что бы Пожелал Им Какое Напутствие Дал Со своих Большого Количества Лет Игры В Голев Со своего Опыта Что бы Какое-то Короткое Слово Что бы Рекомендовал Просто Надо Прийти Не стесняться И прийти В Голв Клуб Любой И там Уже Все Покажут Дадут Клюшки Покажут Как Надо Бить По мячику Это Не будет Стоить Даже Никаких Больших Денег И потом Уже Самым Принимать Режение Как Идти Дальше Ну что Большое Спасибо Да Большое Спасибо Главное Не стесняться И взять Смелость Себя Заставить Просто Приехать Или Озова Или Юр Малагов Или Вестур Или Силь Балвер Ну Есть же Поля Да Мы У нас Мы проходили Да Сколько 11 полей Мы набрали Да Со всеми Шестилуночными И восьми И девяти Луночными Так что Почти Вся Почти Вся Латвия Покрыта Все Сейчас Знают Что Такое Вейс Да Просто Вейс Надо Поставить Голф Клаб Допустим Юрмала Ближайший Который Есть И плюс Вейс Привезет И все Заходить Клаб Хаус Заходить в рецепт И сказать Я хочу Попробовать Вот и все Везде Вежливо Примут Наверное Самые Главные Три слова Я хочу Попробовать Да Да Хорошо Верич Большое спасибо Что нашел время Спасибо вам За передачу Удачи До свидания Ну что Виктор Сегодня У нас был Хороший Гость Виртуальный Правда Но все Рано Гость Сейчас Сейчас Только Виртуальный Сейчас По другому Нельзя Надеемся Что Что-то Уже Пойдет В лучшую Сторону С этим Коронавирусом Да Уже Какие-то Если смотреть По миру По Европе В той же Самой Италии Уже Послабление Появляются Так что Надеемся Что Заболевших Как и Сегодня Не Как и Вчера Не будет Что Будут Люди Выздоравливать Да Ты как Врач Говоришь Да Ты как Врач Говоришь И Что Будем Желать Всем здоровья И не болеть Скажи Пожалуйста Как у тебя Сезон Идет В этом Году Плохо То есть Это связано С какими-то Внутренними Особенностями Или Я Все Время Сам Тренируюсь Пытаюсь Изменить Свой Удар И Как-то Одна игра Хорошо Одна Плохо Последние Три Мне кажется Были Самые Плохие За сезон А перед Этим Три Были Одни Самые Лучшие За сезон Так что Все Все В голове Надо Тренироваться Сейчас К сожалению Меньше Времени Тренироваться Да Но Пойду Дальше К тренерам Хватит Самоучением Заниматься И надо Возвращаться В гольф Чтобы последние Три игры Были Ужасными Ужасными Ну Это может быть Неплохо Иначе Ну Как для кого Ты меня Обыгрываешь Как у тебя Мы не играли Вместе Сейчас Месяц Да Месяц Сейчас Юрмала Открылась И она Затащила Поближе ездить Юрмала Ну Юрмала Тоже Немножко Унижений Но Так Вот я играл Вчера 18 лунок 9 лунок Просто Идеальной Игры И 9 лунок Сомнительных Сомнительных Такой Вчера Вот как раз Я на поле Познакомился С Андреем Мы в одном флайте Шли Это Человек Который Только в прошлом сезоне Пришел в гольф У него еще Хандикапа нету И Достаточно Обыграл тебя Да То есть По результату Нет Но с учетом Что нет хандикапа Да Он у меня обыграл Но Это говорит о том Что появляются люди Появляются Какие-то Ну Он уже в возрасте Потихонечку Подходит К пенсионам Как раз И вот он Занялся И вот Затянуло Тоже Бегает с клюшками Радуется Ну да Было Когда Когда могли Могли себе позволить Да Тогда на поле Были каждый день Это Я думаю Один из показателей Того Что Люди Которые Любят гольф Они Находят время Чтобы Как можно Больше Его Даже там Приехать На часик На тренировочное поле Это необязательно Выходить все время На 18 лунок Да Другой раз Это 9 лунок Другой раз Это Тренировочное поле Но все равно Были времена У меня Когда я был Два раза Два раза В день Каждый день Другой раз Там с перерывом Каждый второй день Это прекрасно То есть Можем сказать Слушателям Что сейчас У нас работают Все поля Где-то Может быть С ограничениями Но уже Они запустились И в принципе Не Ну ограничения Всюду есть Да По дисциплине По Поведению На поле Да И по количеству Людей Это конечно Есть Но Поля работают Вот И соответственно Мы можем сказать Что жители Той стороны Задвинья Где Находится Озов Смелгравис Это вся История Может Покойно Пресечать Озов Сигулду Люди Которые Живут В стороне Иманта Юрмала Юрмарский Гольф-клуб Вестури Который Сейчас С удовольствием Принимает Ну дальше Если смотреть Тукумс Валмира Тукумс Валмира Валмира Запустилась Тоже У нас На сегодня Поля В принципе Активно Работают И радиослушатели Могут Ну наверное Придти Буквально Всегда будет Человек Который С ними Займется Мы Просто сейчас Вот С событиями Мы не сможем Анонсировать Эти Гольф-дни Потому что Они сейчас Все перемешались Ну перенесли Да Было планировано На майский Не мне кажется На следующую неделю Но сейчас Перенесли их На середину Июня Но Так как Мы не знаем Ситуацию В стране И в мире То Те Кому интересно Следите Пожалуйста На Странице Гольф Ассоциаций Ну я думаю Что мы Этот момент Попробуем В сотрудничестве С болтком И с микс группой Анонсировать На Микс ЛВ Микс Ньюс ЛВ Есть Микс Ньюс ЛВ Чтобы радиослушатели Могли Приехать Порадоваться Погоде И попробовать Себя В этом Прекрасном В виде Спорта Ну на сегодня Наверное Все Мы прощаемся С вами Всего хорошего До